Тема программы «Победим инсульт». И вы не представляете себе, что всего лишь горсть камней помогла нашей следующей героине вылечиться после инсульта. И я приглашаю сюда в студию Татьяну Чекалову. Здравствуйте, Татьяна. Это у вас был инсульт? Боже мой, никогда бы не поверила. Вы такая молодая. Почему же это вас там настигла такая беда? В недрах тундры, выдрах гетрах, тырят ведра, ядра кедров. Это что такое? Вы знаете, никогда не пробовала. Сейчас не буду пробовать, но дома попробую. Это помогло бы вылечиться от инсульта? Да. Подождите, вот вы заболели инсультом, случилась эта беда. К вам приехала скорая помощь, отвезла вас в больницу. Вы вышли, в каком вы были состоянии? Сначала у меня случился инсульт, когда я была на родительском собрании у дочери, и мы обсуждали Новый год. Я поняла, что я не могу говорить. Я пришла домой, говорить не могу. Попробовала ей написать, что позвони папе, у меня похожий инсульт. Я поняла, что я не умею писать. Позвонил уже муж, когда пришел. Вызвал скорую? Да, вызвал скорую, и скорая уже начала что-то делать. Вас отвезли в больницу, потом выписали, и вы оказались дома и думаете, а что же мне теперь делать? Да, говорить я не умею, писать я не умею. И что вы начали делать? Я вот начала говорить. Дело в том, что я почему-то уже знала, что скороговорки помогут. Это, не знаю, видимо, свыше. Я начала говорить с камешками во рту. А какие это камешки? Ну, это камешки речные. Татьяна Александровна, вот у нас сидит замечательная Елена Адамовна. Она еще, знаете, вот всего прошло два года, и она еще не сумела восстановить движение рук. Хотя разговаривают уже хорошо. Вы не могли бы ей сейчас показать те восстановительные движения, которые помогли вам восстановить руки, движение, ноги, ну вот все остальное? Ну, вот мне для этого нужен спортивный инвентарь. Скалка, бельевая резинка. Я вам с удовольствием его принесу. Вместе будем делать? Скалочки, инвентарь. Так. Не спешите. Что берем? Ну, давайте начнем со скалочки. Сначала ее в руках стараться, палец расслаблять. Ага, вот это, видите, интересно, интересно, да, вы уже схватились. Прямо стараться расслаблять палец. То есть у вас вот эта рука держит, а тут стараетесь расслабить. Вот, вот пошла рука, пошла рука, пошла, пошла. Дальше мы берем палатушки. Палатушки. И начинаем поколачивать свой мозг. О! Это как бы массаж. Да, это легкий массаж. Получается кровообращение, кожа, голова лучше соображает, начинается и моторика. Да, вот я сразу, рука опустилась. Вот, видите. И выпрямилась. Давайте возьмем резинку, поддеваем резинку на бедра, чуть пониже, так, чтобы у нас работала рука. И начинаем пальчиком, потом вот так. Сейчас я вам дам резинку. Это будет очень хорошее упражнение. Вот, вот так. Вот, да, да, да. Это же самое для ног. И все выше и выше поднимаем резинку. Вот, руку вот так. Видите, рука прямая. И вы ее можете повернуть. Это же очень хорошо. Вы просто умничка. Молодчина, молодчина. Да, действовать, действовать и действовать. Да, это не за один день все. Вот, давайте вот это... Конечно. Спасибо вам огромное за эти ценные упражнения. Пожалуйста, присаживайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Или водички кипяченые. Или водички. Итак, мы с вами добавляем водички. Давайте, Игнать Петрович. И все у нас перемирится за милую душу. У нас получилась такая своеобразная пюрешка. А давайте вот этим рецептом угостим Михаила Николаевича Лущика, нашего фитотерапевта. Вот у нас такой получился замечательный коктейль витаминный. Вот вам ложечка, попробуйте. Да, только ложечка. Сейчас я... Вот вам ложечка. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и так. Ну отлично. Все очень хорошо. Это витаминный салатик. Здесь витамины, органические кислоты. Во всех отношениях хорошо. Кстати, Ангелина, а вы знаете, где можно узнать о том, как делать рецепты? А вот не знаю. Да вы что? Не знаю. Если вы не знаете, то запоминайте. Запоминайте, можно их увидеть на сайте добздрав.тв. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а теперь вы присаживайтесь. Татьяна Александровна, спасибо вам. Михаил Николаевич, очень вас просим дать ценные советы для нашей красавицы. И Елены Адамовны прошло два года после инсульта, а она еще никак не может восстановить вот свою ручку. И ножкой тоже страдает. Так, ну давайте, наверное, в таком порядке пойдем. Сначала я вам расскажу про отвар. Он будет иметь в своем составе травы, которые снижают давление, потому что обычно инсульты бывают всегда... Предшествует им гипертоническое заболевание. Затем тут же будут травы, которые снижают вязкость крови. Вот. Ну и, собственно, вот это получится такой комплекс. Сначала мы берем малину, то есть мы берем группу салицилатов, которые, как обычно, снижают вязкость крови. Берем иву. Здесь кора ивы, здесь тоже салицилаты. Так, дальше следующее у нас... Пустырник надо. Пустырник нужен, потому что он нам снижает давление, причем успокаивает даже раз в пять лучше, чем валериана. Да что вы! Да, это подсчитано уже, так сказать, научными исследованиями. И, наконец, мы берем клевер. Берем чайную ложку. Почему? Потому что клевер всегда содержит дикумарины, а они, так сказать, могут сильно снизить вязкость крови, то есть здесь, чтобы нам не переборщить. Все. Понятно. Значит, вот это мы положили и заливаем. Ну, на такое маленькое количество мы можем сделать стакан. На стакан кипятка. Это, конечно, лучше все делать не в чашечке, а делать, конечно, все в термосе и дать настояться примерно 40, ну, 40 минут до часа. Вот у вас будет готов уже тогда отвар. Значит, итак, это первый отвар, то, что, ну, желательно, да, пить, ну, практически каждый день. Он нам будет постепенно снижать давление, снижать вязкость крови. Ну, постепенно. Да, но постепенно, систематически он не только будет снижать, но ставить потолок для прыжков давления. Вот так вот. Вот, ну, и важно, что... Следующий рецепт? Да. Следующий рецепт у нас, давайте сделаем вот какой. К сожалению, сейчас не тот период, когда сосна распускает почки. Вот нужно на будущее, это всегда пригодится. Ранней весной? Ранней весной. То есть, когда набухли почки, мы тогда берем, значит, вот этих почек. Ну, здесь, наверное, 100 грамм, я думаю. Значит, надо два объема сахара. То есть, ну, скажем, на 100 граммов вот мы пересыпаем, и мы высыпаем практически в два раза больше сахара. Конечно, если у кого там диабет, этот рецепт не пройдет. Рецепт не подходит. Рецепт вытащит именно те компоненты тритерпеновой природы. Ну, тритерпеновый, это похожий на скипидар. Они, когда мы будем употреблять, а нужно этого сока, который отделится, потом отсыдить, все. И вот этот сок пить по столовой ложке три раза в день. Он быстро ускоряет промывание, как бы, структур мозга. То есть, оттуда уходят те компоненты, которые во время, особенно, так сказать, инсультов, которые геморрагические. Да-да-да, вот у меня. Вымываются оттуда, да, значит, продукты распада, быстро восстанавливается связь между нейронами и восстанавливаются функции. Это программа Доброго Здоровьица. В студии Геннадий Петрович Малахов. И очаровательна Ангелина Зонт. Тема нашей программы «Победим инсульт». И сейчас у нас в гостях специалист по реабилитационной медицине Кирилл Потёмкин. Доброе здорова. Здравствуйте, здравствуйте. Пожалуйста, проходите, присядем. Скажите, Кирилл, какие упражнения Вы посоветуете тем, кто перенёс инсульт? Упражнения разнообразные и которые не выполняются именно в тренажёрах, которые создают ту амплитуду движения, которую хочет тренажёр. Вы должны создавать свою амплитуду движения и работать собственным весом желательно и на все координационные движения. Стойка на одной ноге, стойка на двух. Например, поднятие на одной ноге. А может, Вы нам просто сразу и покажете? Конечно. А может быть, и Елена Адамовна пригласит? Ангелина, может, и Вы с нами постоите? Я Вам раздам немного ковриков, потому что мы сделаем несколько упражнений. Я Вам покажу, какие. Но предварительно мы немного подготовим наш организм и его слегка растянем. Давайте. Мы должны сначала растянуть мышцы шеи для того, чтобы улучшить кровоток в головном мозге. Плавно опускаем голову вниз и расслабляем мышцы. В идеале Вы должны подбородком достать до грудины. Высходно выпрямились. Сделали плавный наклон головы в сторону. Смотрите, какая ошибка. Можете делать вот такой наклон. Четкий прямо наклон, когда ухо стремится коснуться плеча. Не плечо уха, а ухо плеча. Да. В исходную и в другую сторону. Улыбаемся. Настроение отличное. В исходное. Теперь мы должны повернуть голову вправо как можно дальше. В идеале Вы должны подбородком уметь доставать до плеча. Наклоните, можете попробовать достать. Опять не стремите плечо к подбородку, а подбородок к плечу. И в другую сторону то же самое. А плечо держите. Елена. И достали. Отлично. Теперь пробуем руки сделать замок. Теперь из этого положения вы стараетесь распрямить руки. Потянулись вперед. Лопатки разводим в сторону от позвоночника. Да, теперь в исходную выпрямились. Ладони от себя пробуем. Да, ваша задача пробовать. Ваша задача потянуть вниз. Остальных перед собой. То же самое. Спину слегка округляем. Мы тянемся лопатками назад и в сторону. Отлично. Расслабились. Кирилл, какой вы молодец. Молодой такой. А уже так нами командует. И теперь поступаем к упражнению. Мы правой ногой делаем шаг в сторону. Руки свободно. Слегка присели. Полуприсед. В исходную. Теперь правую ногу я сгибаю пятку. Стремлюсь пяткой достать до ягодицы. На одну ногу. Придерживайтесь. Будем танцевать. Сгибайте. Да, да, да. Теперь в исходную встали. Ножку в сторону стопу. Правую стопу отправляем назад. Ставим ее на носочек. Вот ваша задача. Да. И теперь делаем легкий полуприсед вниз. И в исходную вернулись. Поставили ножку. Вперед. Вместе. Теперь делаем то же самое, но на другую сторону. Левый стопой шаг в сторону. Левой. Угу. Теперь опять вес тела на правую ногу. Левую сгибаем в коленном составе. В исходную встали. И шаг назад. В исходную. Такое упражнение. И продвигаемся дальше. Сейчас берем коврики. Колени выпрямляем. По возможности руки за головой. Угу. Да, стремимся. Теперь обычное упражнение. Я сгибаю левое бедро. Тянусь правой рукой к голени. С внешней ее стороны. Опа. В исходную лег. Ноги расслабил. Другая нога тоже самое. И в исходную. Еще раз. Противоположная, да? И в другую сторону. Отлично. А теперь первоочимся на живот. Вот. Ну, желательно так, чтобы зрителям мы были лицом. Елена Адамовна, ну, у вас великолепно получается. Я за вами слежу. Молодец. Преодолеваете. Вы в будущем желательно, Елена, вам брать в руки что-то такое, на что вы могли опираться. Например, как скалочка. Что-то было широкое, что-то. Опора колени. Ладони. Вам скалочка. Колени. Старайтесь приподняться на колени. Нет, приподняться. Смотрите, как я стою. Вот так. Елена. Сейчас. Я вас понял. Две руки. Захватите ее. Сначала надо ее взять. Ага. Сейчас, секунду. Нашу мне еще. Да, да, да. Ну, еще немного нервничаем. Да. Держитесь так, чтобы пальчиками вы не опирались. Обычное упражнение из гимнастики – это кошечка. Вы разводите лопатки в стороны, округляете мышцы спины. Делаете вдох глубокий. На выдох плавно расслабляетесь и прогибаетесь в пояснице. Но прогибаетесь, естественно, не стремясь животом к полу. Естественно, расслабились. И еще раз повторили. Лопатки в стороны. Делаем глубокий вдох. Выдох, расслабились. И на этом можно закончить. Постепенно вставать. Но вставать не резко по одной ноге. Которые, я уверена, помогут всем. И Елене Адамовне, и тем зрителям, которые, может быть, сейчас перенесли недавно инсульт и смотрят нас по телевизору. Продолжение следует...